А у вас чемпион мира уже сколько лет в лице того же Саакашвили, я извиняюсь, я повторяю это, живет в вашей стране, хочет помочь в вашей стране, понимаете, нравится кому-то или не нравится, он на самом деле строит дороги, он построил эту дорогу в Грузии. Действие Зеленского, вот его такая решительность, она связана исключительно со сменой администрации здесь в Вашингтоне, и значит отсюда пошла отмашка наверняка такая уверенная, иди, начинай, хватит, сколько можно ждать. Хороший человек, это не значит, что хороший президент, вы понимаете, можно быть хорошим, честным человеком, но ты не понимаешь, что такое государство, как строить, это как, знаете, вот Жванецкий говорил, да, если ты не можешь строить мост, иди, занимайся политикой. К сожалению, сегодня на постсоветском пространстве, включая и Украину, 90% людей, которые в политике, они не знают, как строить мост, и они все пошли в политику, дороги надо строить, дорога это же не просто так, это канализация, говорят инфраструктура. Газ, вода, свет, это все надо строить, вот так и государство, вот так и Украина, он уже сколько сидит в должности президента, он только сегодня закрыл канал Медведчика, я вот на Вашем канале об этом говорил, если Вы помните, да, в самых своих первых передачах. И вот, слава Богу, так это надо было делать еще до того. Дальше, мы говорим, это как шахматная партия, да, вот например, шахматы, шахматная партия, шахматная партия, если у Вас чемпион мира, вот например, в Вашей стране живет чемпион мира, и чемпион мира, и Вы хотите открыть шахматную школу, или построить страну такую, чтобы у Вас шахматистов было много, да, и у Вас возглавляет это все движение человек, который в шахматах, даже на уровне первого разряда, не знает, что это такое, не знаю, что такое сицилианская защита, защита Каракан, испанская партия или защита Немцовича. А у вас чемпион мира уже сколько лет в лице того же Саакашвили. Я извиняюсь, я повторяю это. Живет в вашей стране, хочет помочь в вашей стране. Понимаете? Нравится кому-то или не нравится, он на самом деле строит дороги. Он построил эту дорогу в Грузии. Порошенко побоялся это сделать. Почему? Потому что он олигарх. Олигарх. А чего боится Зеленский? Он же не олигарх. Он хороший, честный человек. И вот в том-то и дело. Это надо было сделать в самом начале, когда вот эти депутаты за счет вот этого популизма проскочили, слуга народа. Большинство имели. А теперь их раскупили. Половину раскупили. И теперь у него, видите, большинства там нету. Да пускай не боится. Пускай общается с народом, который дали ему 73%. Хотя у него рейтинг сегодня упал. Не надо думать о рейтинге. Надо показывать решительность, волю. Не понравится? Распускай этот парламент. Обратись к народу. Я хочу сделать. Я хочу коррупционеров. А нельзя так. Медведчук что? Один коррупционер. А сам Порошенко. Ахметов. А Коломойский. Это все люди, эти все люди. Это олигархи. У вас олигархат правит вашей страной. Вы понимаете? Поэтому, когда кто-то говорит, например, Коломойский там сделал, Днепропетровский тот сделал. Правильно. Он защищал свои деньги. А сегодня у него крен в сторону России. Поэтому он снова защищает свои деньги. Они будут защищать свой бизнес, свои интересы. Для них интерес своего бизнеса выше, чем интересы государства. Если там они совпадают, они будут защищать. Не совпадают, они пойдут против. Вот как сегодня, например, тот же Медведчук идет. Поэтому это системный подход. Нужна воля, кто будет идти на это. И структуры, в первую очередь, силовые. Надо ломать этот криминал. Уже сколько вы сидите? Достаточно. Заметьте, два премьера-министра. Никто этого сделать не может. Потому что воля нужна. Нужно сказать, да, надо резать этот пупок. Никто у вас этим не занимается. А вот то, что с Медведчуком он сделал, это правильно, да. Но это только капля в море. И имейте в виду. И Зеленскому надо готовиться к этой ответке из Москвы. Но он должен готовиться не только сам и своей командой. Украина должна готовиться. Другое дело, вы понимаете, это должно ложиться на хороший фундамент. Нельзя построить дом на песке. А песок, это то, что я вам сказал, инфраструктура. Надо строить эту дорогу. У вас вообще не начались реформы. В вашей стране по сегодняшний день реформ никто не проводил. И тот же Зеленский заявил, ну нельзя быть беременной наполовину, вы понимаете. На самом деле он не понимает, может быть даже не знает. Потому что популисты в массе своей, хороший человек, плохой, не играет никакой роли. Популисты, они не знают, что такое государство. Они не знают, как строить это здание. Для этого нужны специалисты. На самом деле специалисты, технократы, они во всем мире есть. Они в Украине есть. Они по соседству с Украиной есть. Их надо просто использовать. Понимаете, ну невозможно на популизме набрать 73%. Население-то это голосует. Почему? В надежде, что кто-то что-то сделает. Но человек должен знать, что делать. Он должен знать, как построить вот эту дорогу, канализацию провести, воду. Специалисты нужны для этого. Кто будет рубить голову гидрекоррупции? Тот человек, который знает, как это надо делать. Который не будет бояться этого дела. Который не будет вообще с ними никак завязан. Вы думаете, воров в законе в Грузии, которые, вы знаете, в Советском Союзе все воры в законе главные, они вышли из Грузии. Это оттуда пошел этот институт. Голову этим ворам в законе вырезал. Тот же Саакашвили. Каким образом? Как они его не убили? Он сумел это сделать. А куда они убежали? В Россию, в Украину. Так же и весь олигархат. Не побоялся этого сделать? Вот это надо. Вам нужны люди, которые пойдут на это. А у вас, посмотрите, на этой популизме 73% взяли большинство слуга народов в Верховной Раде и сразу что сделали? Попродавались налево-направо. И сегодня этот президент, за счет кого вы попали в эту Раду, он не знает, как протащить то или иное решение, даже включая даже премьера-министра какого-нибудь, которого он назначил. И все, он начинает вам говорить, я вас распущу, я вас распущу. Так распусти их, чертовы бабушки. Что ты боишься? Только прежде чем это делать, ты покажи народу, за что ты это делаешь. Ты покажи, что ты реформы делаешь, и тогда этот народ поддержит тебя снова. Ты скажи, вот ты хочешь это делать, а они мне не пускают. И тогда распустишь, и вот эти все те, которые попродавались, они уже второй раз не изберутся. Ты просто покажи эту волю. Надо обращаться всегда. На самом деле, он же на самом деле получил 73%. Там же не было фальсификации. А сегодня какой рейтинг? И не надо думать о рейтинге. Любой реформатор в конечном итоге теряет рейтинг. Тот же Саакашвили потерял рейтинг, но он сделал это. И все, его сейчас до лампочки это все. Он вошел в историю. А Зеленский думает о чем? Об истории? Так думай об истории. Да у тебя второго такого шанса не будет. Ты не вернешься снова в квартал 95, потому что ты уже статус получил президента. Президент не может там выступать на таком уровне. Народ это не примет. Не пройдет. Вы понимаете? А ты не хочешь войти в историю? Каким образом ты войдешь в историю? Честным человеком. Честный человек. Это хорошо на квартал 95. Но для президента ты должен построить страну. Ты должен спасти страну от этой раковой опухоли. Коррупции. Вот этого олигархата. Ты же с ними не завязан был. Зачем боишься? Чего ты боишься? Этот ближе, этот не ближе. Систему олигархата надо рубить. Поэтому пока это сделано не будет, вот и на Западе, на Западе, люди же когда деньги хотят вкладывать. Ну кто будет вкладывать сегодня вот так сильно деньги в Украину, если он не гарантирован? Он не знает, получит ли эти деньги обратно. Не знает завтра, что будет. А если вы покажете эту политическую волю, если на Западе видят, что это имеет поддержку внутри страны, если вы на самом деле рубите голову этой информационной гидры, и это не только медвечок, у вас там их вагон и тележка. Поэтому вы должны понимать, куда вы идете, что вы хотите делать. И вот в этом моменте вы должны понять, кто у вас на Западе четко на вашей стороне и не так завязан на России. Например, как Евросоюз, да? И Соединенные Штаты сегодня в лице новой администрации как раз таки вам подсказывают это. Вот, например, посмотрите, Япония, Южная Корея, Австралия и тот же Израиль. Они не входят в НАТО, но они стратегические партнеры США. Попробуй, кто-нибудь теперь нападет на них. Ни на Израиль никто напасть не может, ни на Японию, ни на Южную Корею, ни на Австралию. Никто не нападет. Попробуй, пускай Россия на них нападет. Об этом идет речь. Поэтому не получается с НАТО, работайте с Соединенными Штатами. Но в первую очередь решайте проблемы внутри страны. У вас внутри страны разброд и шатание.